Доброе утро! Приятного аппетита! Приятного аппетита! В общем, вот сходил на массаж. Короче, вот такое вот у меня утро. Полежал велосипед поделал, позавтракал. Собрался, сходил на массаж. Реально чувствую себя лучше после массажа. Может быть в комплексе. И лазер, магнит вот этот вот, процедуры. У меня они в три часа будут. А сейчас вот, сейчас уже двенадцать. Вот, и... Саня меня нормально размял. Нормально так он... И колено, и плечо, и... Я даже не думал, что вот так вот этот массаж может действительно, скажем так, как реабилитационный элемент действительно так положительно влиять. Дай Бог, как говорится. Вот. Ну что, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас десятое. Десятое, да? Десятое число. Значит, у нас, получается, сегодня начались... Так, двадцатого вечером я бросил. Сегодня уже десятое, да? Сегодня будут уже, получается, двадцать суток. Двадцать суток будут вечером, как я обхожусь без Айкоса. Вот. Самочувствие прекрасное. Дышится легко. Вот. Аппетит великолепный. Но, опять же, стараюсь как бы себя держать. Потому что, если в холодильнике что-то будет лишнее, я все это сожру. Вот. Сейчас приеду домой, отварю себе грудку. Сделаю огурцовый салат побольше. И буду питаться этим. Вот. Даже, не знаю, гречку варить, не варить. Без понятия. Потому что тоже гречка эта... Конечно, углеводы полезные. Но, блин, их тоже надо аккуратно с ними обращаться. Вот. Вот. Ну, как-то так. Что еще хочу? Какие моменты? Вчера вечером прогулялся. Прогулялся. Ну, ездил и в город, в центр. По делу. Вот. И потом прогулялся по Эжве. И знаю, что, знаете, так устало, как бы, ощущения были такие, достаточно позитивные. Вот. Так что, вот. Какие-то, блядь, типы ходят беззубые, блядь. Странная парочка. Гуси-гагарочка. Блядь. Все разные от чьих ожиданий. И... Будь всегда на чеку в этом мире. Вот. Вот. Ну, так вот. И в целом, я понимаю, что польза от всех благоприятных процедур. Вот этих вот физиотерапии, массажей. Плюс еще сам бросил курить. Плюс еще делаю гимнастику. Питание. Нормальный сон. Без лишних стрессов. Я чувствую, что это все достаточно благотворно. Благотворно влияет на процесс оздоровления и на само самочувствие. Вот. Спасибо за комментарии в прошлом видео, в котором мне много людей отписалось. О том, что необходимо делать массажи с резинками. О том, что действительно айкосы на самом деле так расслабляют курильщика, что вроде бы ты как бы куришь уже без смолы. Но в то же самое время ты уже можешь лишний раз не выходить на балкон. Потому что нет вот этой табачной вони. Ты ее сам не чувствуешь. Хотя запах айкоса посторонние люди чувствуют очень-очень даже хорошо. И пахнет он, знаете, так себе. Вот. После чего? После того, как перешел на айкос, опять же, расслабляешься. Куришь больше его. Вот. Можешь иногда даже чуть ли не, скажем так, в кухне покушать. Прямо там начинаешь курить, не выходя на балкон опять же. Да, вот эти вот моменты. И увеличиваешь количество выкуренного. То есть, пачка 180 стоит, да. Две пачки. Это уже 360. Выкуривая. Я выкуривал почти полторы пачки в день. У меня уже такой был период, что я чувствую, что до хера курю. Я понял, что надо сделать стоп. И я не хочу быть зависимым. Вот в чем дело. Чувство зависимости. Это больше всего меня угнетало. В этом, блин, курении, в этом беспонтовом. Не знаю, как меня, блин, занесло. Мне многие тоже там спрашивали. Зачем? Зачем ты вообще начал курить эту херню? Честно, блин, хер его знает. Начал курить вообще в том году. В конце года начал курить сигаретами. Хотя я не курил несколько лет. Вот. И... Ну, как сам себя успокаивал этим. Наверное, тоже. Был стресс, да, базара нет. Я мог его пережить без курения, скажем так. Это можно было сделать. Лишний раз пробежаться по лесу там, да. Вот. А нет, что-то меня вот... Меня вот понесло именно вот в курение, так сказать. И потом понял, что я покурил где-то до зимы. Айкос оказался такой ловушкой, угодив которую, человек начинает больше тратить денег. Начинает курить больше. Никотин употреблять больше. На теле, на коже появляются различные высыпания ненужные. Которые потом приходится лечить. Вот. И, соответственно, ну, влияет на давление. Ну, внутри черепное, глазное там, не знаю, сердце стучит. Это вообще не нужно. Это никому не нужно. Так что я советую вам всем бросать. Если вы, как бы, ну, курите. Хоть и вам сейчас может нормально быть, как бы. А, это все ерунда. Я вам хочу сказать. Чем дольше вы курите, тем незаметнее поступает жопа для вашего организма. Вот честно скажу. Без всякой фигни. Так что можете, конечно, на меня отмахиваться. Говорить, да что ты меня лечишь, там все такое. Да нифига. Просто вы это поймете сами. Я это прочую, поскольку я был еще, может быть, свеженький. Что вот длительное время не курил. Пусть даже я баловался этими сигаретами ментоловыми, пока работал. Но работал, опять же, работал в офисе. Я тоже там постоянно не покуришь. Там часто не будешь выходить. Вот. И понимаю, что я почувствовал сразу же такое. Заметное, не очень хорошее самочувствие от курения само по себе. Вот. А те люди, которые курят давно, они вкурились, втянулись. Да. И уже на это не обращают внимания. Для них это норма. Голова что-то болит там. Что-то сегодня там. Дышится тяжело с одышкой там. Да. Я вам советую бросать. Вот и все. Вот. Там как кто-то там один. Кого-то я уже смотивировал. Там кто-то три блока кэма порвал. После моего видео. Я очень рад этому. Так что вот так, дорогие друзья. Бросайте эти, блин, сигареты. Вставайте на лыжи. Но без ударной нагрузки. Без вот этого бега со шлепанием пятками. Занимайтесь физкультурой, прогулками, плаванием. Вот. И не курите. Нафиг это надо. У вас будет свежее дыхание. По крайней мере. Вы сами себе будете нравиться в зеркале. У вас не будет черных там мешков под глазами. Когда вы просыпаетесь с утра. Вот. И вообще. Я думаю, что. Я думаю, что это хорошо. Вот. Кто-то безусловно. Есть такие старички, которые курят там до, блин, седых волос. До дряхления полного. Да. Но опять же. Что они курили? Они всю жизнь курили табак. Табак. Табак был более-менее какой-то. Ну, не знаю. Натуральный там. Не знаю. Вот. Даже вот эта прима. Хоть она была вонючая. Но это был табак. Хоть какой-то. Не знаю. Но это был табак. Это курили табак. И сейчас то, что сигареты кладут. Бог его знает вообще. Чего туда вообще кладут. Какую химию. Чтобы она давала такой запах соответствующий табачный. Короче. Буду заканчивать видео. Курение для меня. Я понял одно. Что курение для меня это был вред. Для вас не знаю. Может вам кайфово. Так что. Никого особо не говорю. Я за себя говорю. Что для меня это был вред. И я бросил. Так что все. Всем пока. Удачи. Бодрости духа. Здравия тела. И ясности ума. Всем пока.